Итак, дорогие друзья, идем дальше, но прежде чем пойти дальше, нам надо немножко сосредоточить, понять, на чем вам рекомендуется сосредоточить внимание. Смотрите, я сейчас план полностью всего проекта курса не составлял, потому что это не имеет смысла. Есть написанный проект. Это одна задача. Вторая задача. Проект мы будем изменять в процессе, то есть улучшать. А возьмем идею некоторых ребят и просто улучшим. Ну, к примеру. У этого парня с лицензией MIT мы возьмем схему, но мы по-другому будем ее рисовать. Он разделил карту сайта и ID. Мы все вместе сделаем. Так будет нагляднее. Второй момент. У него мы потом возьмем, изменим, что нам так прикинуть. У него нам надо будет дописать, чтобы человек, который добавляется в друзья, тогда только сможет комментировать дискуссии. То есть в этом случае. По сути дела, нет. В дружбе комментировать не можешь. Это, наверное, правильно будет. У этого парня, как я говорил, мы тоже возьмем одну вещь. Мы возьмем некоторые вещи потом. Мы возьмем его поиск. Чтоб у нас было примерно так, да. То есть с картинками лучше результаты. Потом посмотрим, у нас есть последние записи, но надо будет еще лучшие записи. В принципе, там будем смотреть, по кликам это делать, либо по рейтингу. Ну, хорошо было бы, да, вот эти вещи. И, по-моему, все. Единственное, что можно еще будет взять, продумать. Ну, звездочки нам не надо у нас. Лайки. Ну, посмотрим. В любом случае, сейчас такое видео, чем дальше пойти. Давайте так, я убираю МД, так как мне надо ссылки, которые вы сможете прочитать. Давайте оговоримся, как мы будем делать вообще проект сейчас. Я думаю, это логично будет и правильно. Во-первых, 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 я, чтоб вам были ссылки эти все доступные, я сделал для вас дубликат с Аблайм. Во-вторых, нам осталось, во-первых, довести до ума сеттингс. Отлично. Второе. Нам надо напомнить себе, какая главная задача курса. Как вы видите, дальше уроки пошли чуть-чуть, уже небольшими порциями, в которых надо уже, чтоб вы разобрались. Итак, наша цель, после создания, полночного написания сайта, на выходе, мы должны уметь пользоваться документацией, понимать исходный код джанга. Само собой, документация будет понятна и других библиотек, это однозначно. Запоминать ничего не нужно. Надо именно пользоваться доками. За мной повторяете и пользуетесь. Идем от системы работы с кодом. Ребята, смотрите, еще мы много сейчас практики пройдем, поэтому пока я хочу, чтобы вы поняли смысл. То есть, смотрите, у нас есть, вот мы пока заполняли, допустим, сеттингс, у нас пока немного кода. Будет дальше сейчас блок, будем делать и так далее. Но наша задача какая? Мы идем от своего кода к документации, свой код мы понимаем, мы его можем рассуждать им, и у нас в коде должно становиться все меньше, 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 меньше непонятного. Для этого и есть система работы с кодом. Теперь вот тут надо вставить сам замысел. Я это в конце, но проговорю сейчас. То есть, мы поступим, когда пройдем все эти шаги, сейчас практически, мы сначала создаем все приложения, которые мы будем писать. Их у нас будет по минимуму раз, два, три, четыре, пять. Пять, может, больше. Там посмотрим, может, еще добавим. Вот с этого сайта посмотрел я, некогда мне что-то там выдумывать и не хочется за 12 лет. Поэтому будем брать идеи, потому что задача, чтобы вы могли взять любой кусок кода и встроить. Для этого надо понимать, вот это, может быть, еще сделаем, сделаем, только надо будет придумать, к чему привязать. А, нет, это не на этом сайте. События, да, здесь очень интересная идея, только надо к чему-то ее привязывать. События и вот это начало, конец события, это интересная вещь. Ладно. Иными словами, сначала создадим все приложения и напишем все модели. Все модели. Пока будем писать модели, будем работать с документацией и разберемся. Но прежде чем разбираться, во-первых, сейчас вот эта важная информация пойдет для участников школы и для тех, кто новый. Чтобы разбираться, нам, во-первых, не хватает инструментов. Сейчас я вас попрошу, что сделаю, чтобы сосредоточить внимание, а дальше пойдет информация, вы поймете, да. Значит, ребят, смотрите. Ребят, это важно. Есть вещи в джанго, которые должны отлетать. Этих вещей не так много. Модель, представление, URL, формы, шаблоны. Значит, вот эти вещи нельзя оставлять там, понимаю, искать потом полчаса исключения, почему что-то не работает. Это не программирование, это мучение. Почему? Я потом продемонстрирую это на практике. Вообще, сам курс это демонстрация системы работы с кодом на практике. Но для начала обязательно надо посмотреть вот этот раздел системы работы с кодом. Здесь аж 8 часов разбирали сельф. Это важно по нескольким причинам. Первая причина. Будете понимать, что такое система работы с кодом, по крайней мере, вот теоретически, да. Практика до конца не дойдет здесь еще. Но, по крайней мере, будут какие-то знания. Второй момент. Сельф разберетесь. Сельф разберетесь. Будете знать. Не будете быкать, мыкать и говорить, что такое сельф. Выделение памяти, а дальше хрен его знает. Так не пойдет. И войдете в класс. От этого будем отталкиваться. Плюс, по минимуму, с нуля здесь есть функции. Это уже запоминайте, я не буду давать сейчас. Вход в функции. Должно отлетать. Три вещи. Здесь мы все говорили в курсах. Считывание функций. Исключение функций. То есть, считывание параметров. Передача аргументов параметров. Здесь все есть, пока просто воспринимайте как слова. И третий момент. Исключение. Эти вещи должны отлетать. Теперь, что касается Джанго. Поэтому, ребят, вот эти вот вопросы. А нужно ли изучать там Python для Джанго. Ну, можно изучать. Вы просто будете постоянно тыркаться. Это не нужно так делать. И не будете понимать документацию. В документации все написано. Я вам буду показывать. Там написано. Последовательности. Если вы прочитали последовательности и ничего не поняли. Значит, вы просто не знаете Python. А там сказали, что последовательность. То есть, мы сразу в голове. У нас должно всплыть строки. Списки. Кортежи. Байт-код. То есть, все всплыло. Четко мы понимаем. Ну, ладно. Не заморачивайтесь. Давайте мы лучше к тому, что важно перейдем. Еще важнее. Это подготовительное. Смотрите. Теперь. Я говорил перед этим, что есть вещи, которые должны быть от и до. У нас две такие вещи. Три. Уже изучены. Значит, смотрим. Вход Джанго. То есть, что я понимаю под средним уровнем. Или близко к среднему уровню. Человек совершенно свободно пользуется документацией. Пишет модель. Пишет представление. Пишет простой шаблон. Пишет URL. То есть, совершенно пользуется документацией. Вот это называется где-то под средний уровень. Чтобы дальше работать. Поэтому. Усмотрим вот эти уроки. Следующий момент. А вот тут начинаются важные вещи. А вот здесь я до этого дал вот эти статьи. Почитайте. Они вам мозги до кучи соберут немножко. Но теперь. URL. Да, берем. Здесь не так много уроков. Всего. Сколько там уроков? Ну, 30. Да? Не так много. Но. Здесь стоит задача URL довести до профессионализма. Что значит до профессионализма? Как раз здесь есть статья, где я писал рекомендации участникам школы, которые давно, ну, только вернулись в школу, давно их не было. Одна из статей посвящена этому. Иными словами, если довольно проще сказать, то... Ну, давайте я открою. Так будет быстрее. Как раз дал ссылку вот на второй странице. Я написал. Вот. Андрею Ракутскому давал, кроме других. Значит, смотрите. В школе сейчас изменен полностью подход. Допустим, URL надо овладеть сразу. Что такое сразу? Надо добиться уверенного понимания. На то, чтобы писать URL, мы более в проекте не должны затрачивать сил и энергии. У нас хватает дел, чтобы писать более сложные вещи. Связи между друзьями, чаты, ну, грубо говоря, разные приложения. Хотел сказать, разную хрень. Вот. Разные приложения. У нас на это должны быть силы. Если мы же будем думать, как нам излечь URL, ребят, это не программирование. Это тогда на курсы, там вам будут рассказывать. Где-то там на курсах умных говорить, что вы стали программистом. А я вам говорю, ребят, отнеситесь серьезно. Здесь есть 30 уроков. Я вам объясню, почему здесь можно добиться профессионализма сейчас. Сразу. Потому что для излечения URL нам не надо что-то сверхъестественное. Нам надо URL. Мы это делали. Смотрите. Все банально просто. Вот мы делали getLinkUp, где мы извлекали URL. Нам надо URL. Нам надо очень простая модель. Потому что при излечении URL модель, по сути дела, не имеет значения. Сложнее, там проще. Это уже не важно. Важно, что есть в модели, мы понимаем связь. Следующее. Нам надо шаблон. Они у нас разные. В нем, в шаблоне, надо самый простой шаблон, но нас будет интересовать всего пару строк для излечения. Все, не больше. Для работы URL, начального вот такого твердого понимания. И нам надо. И нам надо. Простое представление. Просто класс, листвью, он делает все за нас. Дальше мы потом уже будем усложнять. По сути дела, что от нас требуется? От нас требуется всего лишь научиться простым вещам. Жанка. Научиться хорошо. Первое. Извлекать URL по Slack. Это надо всегда. Извлекать URL по ID. Это надо всегда. Извлекать getAbsolute URL. И извлекать URL с использованием namespace. Пространство имен. Все. Как это должно у вас быть? У вас это должно быть следующим образом. Читаем. Все. Описал. И постарайтесь это сделать. Самопроверка. Первое. Вы должны все эти методы пройти. Делайте до тех пор. Делайте до тех пор. Пока вы не сможете, вот не опираться на мои уроки, а использовать только документацию. Мы много использовали документацию. Смотрите, если вы прошли уроки, но не смотрели документацию, ребята, забрасывайте курсы, идите на какие-нибудь курсы, там, дорогие, где говорят, там, вы станете программистом и будут рассказывать, обходя документацию. Никем вы тогда не станете. Это фигня все. Ваша задача не обходить. То есть, мы говорим про URL. У вас не должно проходить больше 20 секунд. Набрали Django, вы четко должны знать, где вы будете искать URL, если у вас чего-то там не хватает. А не хватать, я объясню. Нам надо URL.conf. Мы его рассматривали, то есть, здесь все варианты, да. Когда мы, когда вы пройдете уроки, четко будете понимать извлечение URL, этот файл читается моментально. Здесь куча вариантов. И это будет подсказкой. То есть, то, что вы где-то затрудняетесь, открыли, быстро подсмотрели, потому что всю информацию, как это работает, мы знаем. К этому отнеситесь очень серьезно. Следующий момент. Следующий момент. Поэтому, я вас попрошу, пишите 5, 7, 100 приложений. Но, пока у вас не будет получаться писать, только опираясь на справку. И вы четко понимаете, вот как мы разбирали, что справку вы тоже понимаете. Ведь ваша задача разобраться в справке. Справка на языке программирования Python во всех библиотеках одинаковая. Вы разберете Django, разберетесь в остальных. Следующий момент. Вы выходите в магазин, вы выходите гулять, или куда-то еще. Я не знаю, но куда-то вы выходите. Начните. Продумайте схему в голове. То есть, представьте себе, вот я хочу извлечь URL по Slack. Что я буду делать, с чего начинать? Что у меня будет в представлении? Что у меня будет в шаблоне? Что у меня будет в самом URL? Что у меня будет в модели? Отлично. Разрешается с собой взять шпаргалку, бумажную. Не надо смартфон доставать, там что-то. Пишите ручками. Ручками, ребята, напишите. Возяли бумажку, подсказочки себе, да? Поразмысляли. Словили себя на мысли. Ага, в принципе, связь у меня в голове представляется. Отлично. Получаем исключения. Мы работаем над исключениями. Вы прямо после этого моего рассказа подумайте. Что вызывает исключение? Панику? Ой, ошибка. Пляха-муха, что делать? Ребят, первая проблема, это то, что я говорил, изучите функции. Поверьте мне, все начинается. Все, не надо верить, это надо проверять. В сиподобных языках все программы пишутся над функциями. Если мы не можем прочитать параметры функций, все цепляясь, потом у нас начинаются проблемы, да? То есть, паника. Вторая. Ой, мля, ошибка, черт побери. Черт побери, но в принципе паники нет. Значит, просто не доработано. Надо доработать. Либо у вас должно быть какое состояние? Супер, все работает, просто надо поправить. Иными словами, к чему ведет этот пункт? Когда вы будете, допустим, проходить тот же URL, а на примере URL все остальное так же, ребята. То будете проходить URL, да? То мы разбираем там исключений довольно много. И в чем смысл исключения? Когда мы работаем с моделью, с представлением, с URL, я вас учил, что важно определить, где исключение, взгляде на само исключение. Вот с этим поработайте. Все получится. Все получится. Скажите, я свое дело сделал за вами, довести до ума. Отлично. Далее идем. Эта статья есть, прочитайте. Далее идем. Лист-вью. На примере лист-вью мы научились переопределению методов. Тут тоже не так много уроков. По сути дела, уроков 36. Ну, не так много. Но в 36 уроках мы разобрали лист-вью. Переопределение методов. Принципы работы. Здесь мы как раз затрагивали очень много исходного кода. То есть, по сути дела, после вот этого прохождения, вы, я думаю, мы без проблем открываем дитер-вью, мы без проблем будем открывать апдейт-вью. Для нас все будет едино. То есть, методы мы уже будем понимать легко. Больше, когда мы будем видеть какие-то вот такие вещи, для нас проблем не будет. На этом этапе мы с вами отточили связь модели с API. Вот этот момент я еще уточню перед началом написания курса. То есть, когда мы с вами установим Юпитер, мы напишем модель. Я бы скажу вам, что от вас требуется. Требуется на что? То есть, всю модель связи, чтобы вы понимали, еще раз собрали в голове. Ну, в принципе, все остальное мы сейчас пройдем на практике. Дальше нам надо будет сразу разобрать, почему мы будем, каким образом расширять проект. Об этом надо сразу подумать. Ну, а далее, далее погнали. Далее погнали. Создаем все сначала приложения, которые мы хотим писать. Создаем модели, а потом пошли писать вьюхи и так далее, шаблоны, формы. Теперь, согласно вот этого документа, который мы с вами рассматривали, у нас осталось несколько вещей. Давайте их проанализируем. То есть, модели вот в этих уроках, вот в этих уроках, да, здесь вы видите, моделей нет. Почему? Да мы их рассматриваем постоянно. Везде мы рассматриваем. На модели обращаем внимание. То есть, по сути дела, пройдя эти уроки, модель вы уже должны уметь составить, именно должны, ребята, себе, кто считает, что никому не делал, себе должны составить модель уже более сложную, трех-четырех моделей с отношениями. То есть, это должно уже уйти. Ну, это будем тренировать. Поэтому, смотрим. Модели везде изучаем. И, когда будем писать в приложение все модели, то есть, еще раз заострим внимание, и сейчас еще заострим внимание, чуть позже в уроках, на настройках полей, на документации, и на... Здесь у нас будет API. Все, отлично. Представление. Начало у нас положено, все остальное делаем по ходу проекта. То есть, ну, вот это, то, что я рассказывал, должно быть. URL. URL у нас отбросен. Я считаю, что вы уже изучили. Основы знаете, все остальное только справка. То есть, для нас это уже энергию не забирает. Формы. Ну, формы очень просты сами по себе. Почему мы пишем формы прямо в проекте, отвлекаемся на документацию, на чем заострить внимание. И, в принципе, здесь я не вижу каких-то сложностей. Здесь Жанга все за нас делает, поэтому просто рассматриваем по ходу. Шаблоны. Шаблоны. Мы начали работать с ними и работали в процессе всех этих уроков. Значит, нам просто надо расширение шаблонов. Все. По сути дела, если у нас четкое понимание, что нам надо вот эти вещи, чтобы отлетали, мы знаем, как пользоваться, где найти и что делать с этим, то проблем с любым проектом не возникнет. Ну, все, пока. Эти вещи я больше для себя писал. То есть, такими маленькими шажками будем идти. Все, ребят. А теперь поехали. У нас следующее видео. Нам надо докончить сеттинг дальше по плану, который здесь я описал. Вот. 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 Вот.